ПЕСНЯ Приветствую на своем канале От тела к духу, от духа к душе Вот уже, по-моему, четвертые сутки Мы находимся в плену У зимы Из-за сумасшедшего навала Снега Ну, уже более-менее расчистили дороги Пешеходы и водители Уже вышли из коматоза И более-менее адекватно ведут себя На улицах А я эти дни никуда не выезжал Поскольку машина сейчас стоит Не под навесом Естественно, ее завалило очень сильно Вот она стоит под забором Вне территории Дачи моей И, в общем-то, отдыхаю Отдыхаю Тем более на машине Такая Двадцати сантиметровый слой снега И вот сейчас скребать Тем более он уже немножко Закристаллизовался И вот так просто не уберешь И, в общем, близко не тянет Чтобы выйти Тратить энергию Потому что обещаю Через пару дней Будет наступить потепление А через несколько дней Четение плюс 7 градусов будет Так что подождем И естественным образом Машина слова Ставит на ход И вот я сижу Отдыхаю душой и телом Читаю, пишу Готовлю материалы Вот по По моему По Процессу моего Лечения Такой хронометраж Пока рабочим вариантом Потом сделаю Такую болванку Текстовую С максимальным учетом Всех этих Всех этих нюансов От начала Симптомов болезни И вот по сегодняшний день А потом будем видеть Как мы будем Кусать Этих Недоносков Этих Нелюдей Я имею ввиду Врачей Вот И вот сейчас Сидел С утра Там какой-то Ролик еще попался И что-то меня Навеял Ролик На ютубе И что-то Навеяло меня Опять На мысль Попробовать Побренчать Чуть-чуть Располагает В общем Ситуация Побренчать Немного Опять Попробовать Напеть Хотя Опять же Связки Голосовые Садятся Очень Очень Сильно Но После Нового Года Попробую Хороших Докторов Узнать Как можно Чуть-чуть Это выровнять Или не Получиться Ну Очевидно Есть какие-то Приемы Методы Как это сделать Но Надо будет Отработать Для меня Это Незнакомая Сфера А Ролик О Нашем Министре Культуры Украины Естественно Парень Клоун Комментарии Несколько Прочитал Вылетела С головы Угнаем Фамилия Он участвовал Моссадык Затейник Еще Приоранжевой Революции При нашем Великом Человоде Ющенко Его Там тоже Поставили Министром Культуры Потом Какой-то Перепуг Сняли И Он Объявился При Порошенко И тоже На этой Должность Несколько Комментарии Читал Люди Делятся Впечатлениями Своими Этим Что-то Из Кагурта Этих Гомосексуалистов Мягко Говоря Грубо Выражаясь Вообще Я такой Внешний вид Внешний вид Не показатель Но мне тоже Такое ощущение Что-то Не то В принципе Если Не в каждом Втором То О каждом Третьем Лично я По Ну Знаниям Немножко Этих Людей Могу сказать Что-то Там Состав не меняется Педофилы Педерасты По Лесбиянке Если это Существа Женского Пола Ну Ну И не побоюсь Сказать Что где-то И насильники Где-то И убийцы Маньяки Все есть У нас Ну Я думаю И в других Бывших Странах Странах Бывшего Советского Союза И Бодрое Великолепный Зампроректора Солдатинка Покойный Великолепный Душечеловек Профессор А потом Этот Клоун Поплавский Занял И долго Сейчас я даже не знаю Но он почетный ректор А может Вообще Скорее всего Сидит На таком сладком месте Как институт культуры А вот Наслаждение Можно Умереть Какие там Девушки Какие там Цветочки Кладятся Это ужас И он с этого Имеет Шикарный Расклад Кроме денег За поступление Кроме денег Обучения За период обучения Любые дешевты Любым этим Козлам Пидорастам Депутатам Министрам И прочее На подгон Девочек Любого вкуса Сауны Номера И нахер Опять Вовращаемся К этим Недоноскам Недоноскам И ублюдкам Ублюдкам И потом Вообще Выключил этот ролик Этот видеоматериал Про этого Культуры И министра культуры И вот Делал гитару Начал Так По чуть-чуть Для меня всегда была медитация Игра на гитаре Игра громко сказанная Аккомпанемент Такой средненький И игра на фортепиано Я учился в музыкальной школе Полностью закончил Тяжело очень Докончил Не нравилось мне Это Репертуар Классический А вот Подбирать песни Играть Мне и на пиане не нравилось Ну гитара Так была демократическая Демократическая В общем-то Демократические инструменты Я Сам научился самостоятельно Показал мне Средний брат А у нас там был Вокальный инструментальный Ансамбль И насколько мне память не изменяет Он у нас появился Вот в Грузии Вот в нашем районе Месхеджавахед Нагорье В Ахалкаварском районе Первый Первый И он появился Даже Как мне говорили Раньше Чем Макаревич Создал машину времени Ну то есть официально Вот Ну Зарегистрировал Будем так говорить У нас она называлась Это ансамбль Джавахед Я там тоже До школы определенное время играл Потом Не после школы уже не играл Меня уже не было там А так играл на синтезаторе Иногда на гитаре Интересный Очень продвинутый По тем годам был ансамбль И мой брат был Он как бы Заводелом культуры По району И как бы Руководителем этого ансамбля Создателем И руководителем Ансамбля еще В далеких семидесятых Начало семидесятых Годов И вот Это все Поиграл Вспомнил Старые песни Очень многие песни забыл Конечно Очень многие песни забыл И вот Что-то потянуло На такой Шансон Безобидный Не злой Шансон В основном Первое Мое знакомство С Шансоном Я такого слова И не знал Это тоже Где-то С середины Севидесятых Годов Учился Учился Одного В классе В шестом В пятом В шестом В пятом В шестом Где-то Познакомился с шансоном По Бабине Я не знаю Как она вообще К нам попала Но к нам много Такие контрабандные Вещи попадали В основном С Америки Но это я у нас В России Кто-то подогнал Одесский цикл Концерт Одесских песен Одесский цикл Ансамбля Воркутинцы Очень Самобытный Я не знаю Как их судьба Кто из них Жив Кто не жив Уже сейчас Зрелый Если я уже Тогда мне было Лет 13-14 Когда я столкнулся с этими песнями Ну Они уже были Ну Уже парни Сейчас мне Вот В 57-й год пошел Им уже Ну Под 70 Там Это точно Вот И вот я первый раз Стался с этими песнями И я До Ну вот До Миничного времени Эта бобина у меня сохранилась Маленькая Не помню сколько там метров Сто с чем-то По-моему Сто двадцать Не помню Могу ошибиться Ну Средний был По-моему 320 Большой уже за 500 Такая махина была Вот И она до сих пор у меня Здесь со мной И там было ну Одесский Почти весь Одесский цикл И вот эти песни Я все выучил Ну буквально за месяца два Естественно С подбором Сопровождение Под гитару Разрабатывал аккорды Гармонию ставил И так Потихоньку Потихоньку А я не досказал Что вот Первые четыре аккорды Ля миноре Классический вариант Вот меня средний Брат и научил Все А дальше я это все Смотрел Учился сам Особенно барре Когда перекрывается Весь гриф И так далее И так далее И вот эти песни Они меня вот Я не знаю почему Вот так Но Такие вот На армянском языке Они называются Теперь хужанские Хужан Это хулиган Хулиганские песни Мы называли Ну Кто-то уже называл их Блатные песни Потом мы узнали Что это Городской романс Как бы Шансон Это французское слово Она обозначает Городской романс Это Очень большой культуры Вот это направление Песенное Ну Вот тоже Шар Азнаву Классика Вот Именно французский шансон Потом Жан Татлян Это мой Я по-моему Рассказывал Мой Как бы Получается Получается Двоюродный Дядя Мой Вот Он двоюродный Двоюродный Брат Моей мамы Вот И вот Очень интересный Тот же Жо Досе Это не как Эстрада Варян Допустим Французская эстрада Эстрада Это шансон Поэтому их Называли шансонье Исполнитель Городских Песен Вот Я вот К этому направлению Прилип и По сей день Так Еще раз говорю Очень многое забылось Очень многое забылось Но тем не менее Так вот Если целенаправленно Месяц сидеть Можно Очень многие песни Вот в памяти Даже Не ища Вот где-то У меня шиту В рукописном варианте Естественно Я их переписывал Потом заучивал Заучивал я очень быстро Под ветару Очень быстро ловилось На память Вот И я как-то упоминал Что за эти песни Очень Ну не очень Это Нескромно будет сказано Но Нагоня и получал Потому что я без Зазрения совести Без всякого стыда Я мог вот В 13-14 лет Посреди города Ахалкалаки Вот Я думаю Кто жив Очень хорошо помнит Мои серстники Точно Ну постарше Наверное Многих нет живых Я мог вот это Взять гитару И зарядить Такие Частушки С таким Матом смачным Может я когда-нибудь Эти куплеты Вам Частушки Представлю Ваше внимание Естественно Не на Каждое ухо Но Тем не менее Это тоже народный фольклор Я мог вот эти Частушки Или только Тоже с матом Мог зарядить Центре Вот этого города Ахалкалаки В парке Ну кто там живет И жил Они прекрасно помнят Центр Парк там Дом культуры Кинотеатр Наши Ну Хорошее местечко Там все собирались Ну Деток не так много было А вот Цвет Так Элита Города Любая Интеллектуальная Элита Творческая Элита Криминальная Элита Ну было вот У них привычка Вот так По периметру За парком Вот так Мотать круги Вот так Три-четыре человека Компания В зависимости от интересов И вот там У них это Сходничок такой был Импровизированный И вот так Вот в таких условиях Я мог На полный голос Заряжать такие песни Что Уши заворачивались Или я мог точно так Зарядить Такую Горячую частушку Или Наподобие Такого песни Где-то На каком-то торжестве Или у меня дома Или у кого-то Вот так Взять гитару Там сидит стол Огромный С женщинами На касказе Мотом гнать Ну это вообще Не принято Это не то что тут И не то что мужики При бабах А бабы там Гнут такие Мотики Что у мужиков Заворачивается Уши я мог туда Сама сесть Абсолютно Без всяких комплексов Заряжать Заряжать Ну взрослые Могли один Два раза Зайти Там Делать Не замечание Но знаю Мой характер Они старались Как можно Плотнее Закрыть В сервере Чтобы Немножко звук Уменьшить А мужики Вот Они тут Действительно В полном скучении Кавказский Мужчина Такое Сопряка Вот Слышать Такие песни Еще раз говорю Совершенно Без страха И упрека И вот Меня вот это Ну тянуло К этому И вот то же самое Вот иногда Закладывали меня Топтуны Усовские Или КГБ И Ну как Могли Там Меня Пожурить Ну что возьмешь Реально 15-16 лет Ну Да Высокий Развитый Ну все Все знают Кто я Откуда С какой семьи И прочее И прочее Топтуны могли Доложить Там Начальнику Милиции Или Председателю Комитета Госбезопасности Ну и они Они Заловались Папе Или Тетям Что вот Ну как то Поговорите С Сурером Ну что Не нельзя так Ну и как то с рук сходил Опять таки Из-за уважения К моим Я еще тогда уважения Никакого не имел Как Личность Как мужчина Но Тем не менее Не сильно обижать Тоже самое и на Украине И в России Ну за такие песни Могли Могли еще Начало восьмидесятых Могли очень крепко Поджать Кое что между ног Ну Проходила мимо Но как то с Ну Ангел хранитель держал Как говорится Береженного Бог бережет Это И Не по таким Ситуациям Меня В общем то Бог спасал Я вот Как то считал Давно давно Сколько раз я был В подследствии Заразные эти Но в основном По справедливым делам Ну пару раз Просто раздаивал Людей И опять таки Потому что надо было Долговые варианты были И довольно жестко Наказывал Вот Ну тем не менее Да Вот Семь раз по моему точно Я был Под конкретным следствием И Как ни парадоксально До суда не доходило Вон что там проходило Канва справедлива Да я очень жестоко Мог наказать Даже физически Вот Один из таких эпизодов Могу вспомнить Если кому интересно В центре города В центре города Почти центр города Улица Тургеневская Это у нас за Зданием цирка Универмаг Украина Если кто знает Ну Чуть там выше И Я в общем то Ломился Не один Еще два человека Со мной В общем то Наказать Человека За то что его сын Украл золото В доме моего товарища Ну Разговор не получился Ну Такой был Мне было Где-то Тридцать с копейками Ему уже наверное Под пятьдесят Точно Разговора не получился И я Нанес три удара В голову Ну это дурная моя Привычка В основном Бить по голове Эти три удара Разбили ему лицо Так что оно Превратилось буквально На моих глазах В какую-то Грелку И синюю То есть там видно Что-то еще Сосудами было у человека Но он превратился В месиво Синю Это всего три удара Ну Наверное Левое Правое Левое Мы бедительность Он вырвался на балкон Третий этаж По-моему был Старые дома Еще Даже не могу сказать Довоенные Или послевоенные Серые Такие моментальные Квартиры Ну да И он Пару раз крикнул Крикнул Ну И Видно соседи Услышали Вызвали милицию Ну Вот Ну Мы Уже начали спускаться Видим что Не очень хорошая ситуация Может сложиться Уже начали спускаться И даже спустились И Нас Патруль Остановил И я Никогда не убегал Вот тоже Очень характерная Такая Черта Никогда не убегал Хотел Должен сработать Истик Самосохранения А я спокойно стоял И ждал Что дальше будет И Меня взяли Прямо на выходе Один мой напарник Убежал Но Его поймали В соседнем В соседнем дворе Там же Что-то как Старые дома С проходниками И все это дело Ну Закрыли его И в общем то Арестовали Арестовали И повели Там улица Старовокзальная Недалеко За Кинотеатр За Универмагом Украины И самое смешное Что у них машин не оказалось Они вызывают Нет машин Ну Нас надо Забрать Забрать Ну Там километр Надо идти пешком Среди Почти центра города И они говорят Слушайте А можно мы Пешком пойдем Так Мне Хоть на вертолете Вы Говорит Не будете И наручников не оказалось Вы Говорит Не будете Ничего Пойдем Говорит Попался Будем отвечать Я вот так С прогулочным шагом Сопровождением Двух этих Патрульных Вот так Прошли Все Тихо Спокойно Говорит Расслабьтесь Расслабьтесь Я никуда не буду Не бегать Это не Солидно Для меня И в общем Повезли И там Немножко так Порисанули Пытались Выпинриться Ну Закончилось Все Я Два дня Меня Подержали Да Два дня На Вровди Эта И Отпустили В общем Тот пришел Никаких заявок Не писал Сказал Что Да Мой сын не прав По справедливости И даже не предъявил Ничего За разбитых хлебалов В доску Ну Это один из таких Ничтожных примеров Ну Вот Как-то Меня В этом плане Ангел-хранитель Спасал И я это чувствовал Вот Всеми клетками Своего Тела Я чувствовал Что-то меня Вот Кроет За какие заслуги И не заслуги Сказать сложно Вот Только вот От врачей Меня вот Не уберег Ангел-хранитель Ну Вот В том виде И в каком Вот я себе представляю А может Это тоже была Благостная подача Ну В общем Ну Чуть-чуть выговорился Классно Я всегда говорю Это для меня тоже Медитация Вот Сижу Разговариваю Медитация Стою там Какую-то практику Но я сейчас реже стал Это упражнение показывать Тоже медитация Я вот Походу сам и тренируюсь То есть называется Полезность Приятная Не терять время Ну То же самое Сижу и Отдыхаю с вами И вот Это И да И вот Почему Меня Начало тянуть Вот с детства Почти с детства На шансон И люди Вот с детства Опять-таки Удивлялись Я не мог объяснить Вот Странная Ты личность С малых лет То ты можешь быть Добрый Добрый Ко всем Особенно Маленьким Детям Убогим Людям Которым Не справедливо Относятся Можешь быть Как Такой Добрый Как Блаженный А может быть Одновременно Быть Ну Как Бешеный Слон Что ты Говорит За Натура Такая Откуда я знаю Не я себя создал Таким Ну раз таки Значит так надо И Наверное потому Что У меня Нет тормозов В том плане Что я вот такой Какой я есть Если мне хорошо Мне отношусь Хорошо К существу Которое рядом со мной То я Могу отдать Последнее свое Но если Меня Каким-то Макаром Абсолютно Может быть Даже не 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 поддающимся Какому-то Пониманию Я могу Отнестись Действительно Как зверь Страшно Страшно Бывало Не могу Меня отнестись Ну и говорю Я наверное Потому что Я вот У меня Все Поведение В той или иной ситуации Вот Идет абсолютно Естественно Пошел всплеск Ярости Он у меня идет И Часто Неконтролируемый Несмотря на то Что я как-то Вот меня учили Что ты должен Это Но больше меня конечно Учили как вызывать Эту ярость И ни о чем не думать Но это Когда ты На Сула С под государственной Защитой Но ты когда Действуешь сам по себе То ты Чаще всего Становишься вне закона Но А это уже Я не могу Увидеть Даже вот уже В таком возрасте Еще вот этого Темперамента И Уровня вот этого Гормонов Пока срабатывает Не думаю я Что я уже Не двадцатилетний Не тридцатилетний Мужчина Уже пожилой В общем то И у меня многие Функциональные Конечно Возможности Способности Уже Налеко не на Удовлетворительном Уровне Но тем не менее Характер Изменить сложно Поломать можно Но ты Поломайся И потеряешь Это такой Надрыв просто Будет Надлом Но я не могу это сделать Даже искусственно Относительно Себе Вот И вот Такие у нас Такая у нас картина Вырисовывалась Вот Говорю наверное Вот потому И вот я вот Действую Вот Как действую Вот Хорошо ли я действую Плохо ли я действую Как это смотрится со стороны Мне абсолютно Фиолетово И опять таки Есть внутренняя сила Которую Вот эта сила Я ощущаю во многих Ситуациях Что я прав Ощущаю Интуитивно Мне кажется Что Вот это я делаю Правильно Или Вот то событие Оно правильно Развивается Не обязательно Касаемо меня Вот Или Вот Ту ситуацию Надо вот так Разрулить И вот Объяснить сложно А Вот Вот так срабатывает Кто то внутри говорит Вот так надо Хотя я могу не сдать Ни нюансов Ни чего Вот оно просто Внутри голос говорит Вот так надо Это потом Я уже с глазами Конечно понял Что Вот это и есть Интуитивная мудрость Интуитивная мудрость Которая объяснить невозможно Которая не дает Никакое образование Никакое образование Никакие прожитые годы Ни статус социальный Ни ничего Ни богатства Ничего Это все Фуфло Это пепел Это пепел А вот Такой Человек Обделенный Или натренированный Ну скажи Это вообще-то от природы Обладающий Вот такими способностями Вот У них есть знания У них Вот это Природное знание Природная мудрость Чуткость Природная Ну Тяжело объяснить Вот так Грамотно объяснить Кто-то способен Так Разводить воду Но вот конкретно Чтобы объяснить Оно объясняется Оно объясняется Даже Научными языками Потому что это В какой-то мере И физика В какой-то мере И химия И разные Такие совпустующие Прикладные Дисциплины Вот такое дело Поэтому Вот Живу И Не перестаю Иногда И сам себе Удивляться Но это не вариант Нарцицизма Этого Галима Эпидорастического А Просто Желание И вот Какая-то Способность К анализу К самоанализу Вот в данном случае Потому что Почему бы не Задумываться Почему не анализировать Если мы сами себя Не будем узнавать И знать Как мы будем Узнавать Все остальное Человеческое Общество Как ты можешь Командовать Войсками Например И не знать Военное дело Да Как ты Можешь чему-то учить Когда ты сам Никто И зовут тебя Никак Никак А сейчас в нашем Обществе На планете Не то Что там Украина Россия Грузия Армения Азербайзан Белоруссия И прочее Прочее Это везде Нами Руководят Нас учат Люди Которые В первую очередь Не имеют Никакого морального права Нами руководить И Недостойные Недостойные В плане профессионализма Как Может Человек Учить Того Что он не знает Или знает Только На академическом Уровне Или Человек Испорченный Недостойный По всем статьям У нас Это вот Еще раз повторюсь Сплошь и рядом Куда ни косни Что ни копни Человек Человек Разумный Человек Понимающий Думающий И анализирующий Как себя Так и окружающую среду Это все Увидит Даже Без лупы И даже Без очков Это на поверхности Вот так Друзья мои А сейчас Такую Маленькую Песенку спою Тоже из Репертуара У Оркутинцев Названия Нет Тут Такой Безобидный Шансон Безобидная Блатная Песня Вот это Попробую Напеть Горло Чуть-чуть Прогрел Посмотрим Не осипнули Посреди Куплета Но не кашляю Сейчас бы не сглазить Вот И И Перед исполнением Песни Это От души Чисто опять-таки В качестве Своей личной В первую очередь Медитации Я с вами прощаюсь До скорых встреч Здоровья Благополучия И мира Истинного мира Истинного мира На нашей планете Пока До скорых встреч До скорых встреч До скорых встреч И Звучит Сижу на дарах и жрать хочу, как волк Привет от разных лагерей, от всех товарищей, друзей Целую крепко, крепко, твой Андрей Привет от разных лагерей, от всех товарищей, любви Целую крепко, крепко, твой Андрей Так, друзья мои, и в заключение хочу спеть еще одну песенку Опять-таки из репертуара ансамбля Варкутинец И одна из моих самых любимых песен, из этого, жанра, из этого цикла Это Сонечкины Амманины Ну, многие моего поколения, моего возраста людей Может, старше, может, чуть ладше Они прекрасно знают эту песню Она входила в репертуар очень многих Ресторанов, ресторанных ансамблей Во всем Советском Союзе В Америке, в Европе Не знаю, может, даже в Африке Так вот, песенка Сонечкины Амманины Попробую еще раз напеть, могу где-то забыть Дубль делать не буду И вот в той же тональности, опять-таки, я не подобрал тональность Может, не смогу спеть эту песню за такую тональность Но посмотрю Как получится, так и получится Итак, Сонечкины Амманины Их, собирайтесь, брилеты и блондины А я ж, корыжи, вам будет не держать У нашей Сонечки сегодня Амманины И вся Одесса должна об этом сказать Та-ра-ра-ра-ра-ч-та-ч-та-ч-та-ра-ра-я-ра Одесса ума перевернули опца-ца Та-ра-ра-ра-ч-та-ч-та-ч-та-ра-ра-я-ра Одесса ума перевернули опца-ца Сижу в кафе с комфортом Амбельсыны И фрагерам держу лишь об этом У нашей Сонечки сегодня Амманины И так накачаем ей Амманины Та-ра-ра-ра-ч-та-ч-та-ч-та-ра-я-ра Одесса ума перевернули опца-ца Та-ра-ра-ра-ч-та-ч-та-ч-та-ра-ра-я-ра Одесса ума перевернули опца-ца А мы завалим под вальчик очень видны Амилка, дядя, налейка на мина У нашей Сонечки сегодня Амманины И вся Одесса об этом знать должна Та-ра-ра-ра-ч-та-ч-та-ч-та-ра-я-ра Одесса ума перевернули опца-ца Та-ра-ра-ч-та-ч-та-ч-та-ра-я-ра Одесса ума перевернули опца-ца-ца А вдруг раздался звоночек очень длинный Открылась дверь А в ней цветами мед стоял Перчатка А это значит что Сонькиаманины И собля Allahi подарочек Пер 예ц modelling Та-ра-ра-ч-та-ч-та-ч-та-ра-я-ра Одесса ума перевернули опца-ца Та-ра-ра-ч-та-ч-та-ч-та-ра-я-ра Одесса ума перевернули опца-ца-ца А ну-ка, Сонечка, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok